Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы с вами смотрим ответную партию 1-8 финала, где Федосеев Владимир играл белыми против Ротштейна Максима. Кто не смотрел за ситуацией в турнирной таблице, в первой партии Владимир Федосеев черными обыграл Максима. И сейчас он играл белым цветом против него, и его естественно устраивал даже ничья. Давайте посмотрим, что же смог придумать Максим в своей партии, чтобы добиться положительного для него результата. C4, B6, G3, слон B7, новоиндийская защита и G6. Достаточно редкий ход. Обычно в этой позиции играет слон Е7, но G6 тоже имеет право на существование. Рокировка слон Ж7, конь С3, конь Е4, размен. И в партии Лами против Харе Кришна в 2013 году было сыграно слон Ж5. И вообще это основной ход в теории. Ферзь отошел в партии на С8. Ферзь Д2, А6, слон Е3, Д6, владея С1, конь Д7, С5, Д5, Б4. У белых преимущество. У белых все-таки намного лучше. Позиция пешки намного дальше продвинулись. И непонятно, что делает черным. Рокироваться они не могут. Пешка на А6 слишком слабая. В партии же Владимир пошел конь Е5. Предложил размен белопольных слонов. Черные согласились. С5, надо пешку защищать. Слон Е5, ДЕ, Ферзь С7. И начинают черные нападать на слабую пешку Е5. За белых сильнейшая все-таки здесь это Ф4. Надо было защитить эту пешку. Ну, например, на конь С6 играем Ферзь Д3. Длинная рокировка. Лазья Д1. Не даем ни в коем случае черным пойти Д6. Иначе откроется лазья. И по линии Д у черных появится неплохая контр-игра. Ну, а на ход Х5 попытка атаки на королевском фланге. Белые в таком случае затыкают пешечный прорыв черных. Х4. И позиция у белых чуть-чуть поприятнее. В партии было сыгран слон Д2. Ну, брать пешку, понятное дело, нельзя. Будет тогда слон С3. Без ферзя и ладьи... Ой, без ладьи. Ферзь Е4, если шаг, то мы Ф3 защитимся. Ферзь съедает, и мы съедаем ладью. Было сыграно конь С6, слон С3, длинная рокировка. Радштейн играет агрессивно на победу с разносторонними рокировками, чтобы было больше шансов добраться до вражеского короля. Ф4, Х5. Здесь у белых был шанс упростить игру после ферзи Д6. И если поменяться, ладья Ф8. Мы играем слон Ф6, не даем сыграть Ф6. Напали на ладью, ладья должна отходить. Е3. Ну и на логичное Е5. Играем Ф5 и забираем важные поля у черных. Позиция объективно равная. В партии было сыграно Е3. Черные сыграли Ж5. Король отошел на Ф2. Аш4. Позиция теперь достаточно опасная для белых. У черных все-таки достаточно сильная атака. А король белых, я бы сказал, слабо защищен. ЕД. Ладья Д6. Ферзь должен отходить от удара. Ладья Д8. И белые допустили ошибку. Пошли король Ж1. Упрощала ситуацию ладья А на Е1. Ну и например, на логичный ход ладья Д3. Белые могут пойти ладья Е3. И после размены. Позиция упрощается. И я думаю, белым не составил бы здесь труда сделать ничью. А после король Ж1. У черных была очень сильная возможность пойти конь Д4. Напасть на ферзя. Ферзь должен отходить. И ладья Ж8. Резко черные фигуры перебрасываются на королевский фланг. Под ударом уже пешка Ж4. Надо съедать. Тогда конь Е2, Ш, король Ф2. Съедаем слона, сдваиваем пешки. И ладья Д3. Висят две пешки. Черные легко отыгрывают пешку. Ну и так как король белых намного больше раскрыт, чем вражеский. То позиция черных лучше. В партии было сыграно ладья Д3 сразу. Ферзь отошел на Е4. Х3. Ладья на Е1. Король Б7. Ладья Е3. Ф5. Попытка открыть линию Ж. И белые делают решающую ошибку. Съедают пешку Ф5. Открывают линию Ж. Последний шанс для белых здесь был. Это съесть пешку на Е6. И на ладья Е3. Ферзь Е3. ФЖ. Пойти Ферзь Е4. Создать связку на коня и короля. Ферзь Д6. Позиция приблизительно равная. Хотя требует от белых еще точной игры. В партии же пошли ЖФ. После этого позицию уже никак не спасти. Даже белые съедают пешку на Х3. Вроде бы у них лишняя пешка. Но ладья Ж8. Король Х1. Конь Д4. Угроза пойти. Ферзь С6. Надо скидать коня. Все равно Ферзь С6 шаг в промежутке. Ферзь Ф3. ЦД. И после размена ферзей выясняется, что у черных очень сильная пешка Д4. Ладья Ж1. Черные отказываются от размена. Им невыгодно. При ладейных окончаниях это выиграно все-таки. Б4. Не пускают короля на С5. Но черные сами играют Б5. Оставляют пойти С5. И теперь король Д5. Король стремится помогать пешке Д4 пройти к Ферзи. Ладья Ж7. Д3. Ладья Д7 в шаг. Король уходит от шага. Король Ж2. Король С3. Х4. Д2. Белые сдались. Так как черные сейчас пойдут в король С2. И следующим ходом уже поставят Ферзя. Пешка Аш никакой угрозы для черных не несет. И вот так вот достаточно неожиданно Федосеев проиграл ответную партию. И теперь у них будет дополнительный матч по быстрым шахматам. Посмотрим. Если партии ответные будут интересными я их разберу. А так я как уже вам говорил в одних из самых первых видео обзора. Комментирую только классику. Но если партия быстрых шахматов действительно интересная. Заслуживая внимания. Ее мы обязательно рассмотрим. На этом все. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok